Добрый день! С вами Лаврентий Ван Анастасия, и мы снова поговорим об астрологии. Сегодня мы поговорим о Юпитере, планете большого нашего счастья, который перешёл в знак весов, в знак гармонии. Казалось бы, после Девы пора кричать «Ура!». Однако давайте разберёмся, как реально повлияет Юпитер на нас, как он повлияет на все знаки зодиака. Для тех людей, у которых чувствительные точки натальной карты, асцендент, МЦ, десцендент, то есть это седьмой дом, дом партнёрских отношений, и, соответственно, планеты, находятся по отношению к Юпитеру в весах, в квадратуре, то есть в Козероге, в Раке или в оппозиции, то есть это в Овне. Для них это серьёзный, ответственный период по таким темам, как гармония, партнёрские отношения, договорённости, соглашения, деловые сотрудничества, судебные разбирательства, то есть юридические вопросы, темы дипломатии, темы взаимодействия с окружающим миром, также в темах умения дать правильную оценку и увидеть альтернативу. По этим темам, конечно, придётся работать, и это важно. Также следует помнить, что в течение ближайшего года, то есть с 10 октября 2016 года до 10 октября 2017 года, помимо Юпитера в весах, на нас оказывают влияние и другие энергии. В частности, у нас в течение этого года Сатурн будет находиться в Стрельце, то есть это темы, такие как религия, философия, стремление к высшему образованию, строгая мораль, аскеза, консерватизм, хотя и некоторая циничность и критичность. Уран у нас находится в Овне. Это новые пути в науке и социальных реформах, свобода самостоятельных действий, храбрость, отважность, инициативность, изобретательность и всё такое. Нептун. Нептун у нас находится по-прежнему в рыбах. Это духовность и творчество, высокая эмоциональная чувствительность, но в то же время это настолько высокая эмоциональная чувствительность, что она может привести к увлечению наркотиками, алкоголем, то есть уход в другой мир. Плутон из медленных планет у нас в Казироге остаётся. Это практичность, реализм, упорство в работе ради каких-то определённых достижений. То есть мы говорим про бизнес, про коммерцию, про какие-то практичные дела. Лилит, я уже говорила, находится в Скорпионе, в своём самом сильном положении, в экзальтации. Это испытания и искушения через секс, трагедии, войны, катастрофы, чёрную магию. Но с 14 февраля 2017 года Лилит переходит в Стрельца, и мы получаем уже искушения через какую-то сферу духовного, законного, в сфере образования и культуры. Поэтому нужно понимать картину, увидеть картину в целом. Живите осознанно, бодрствуйте, сияйте. Правильно настраивайтесь на божественные энергии, вибрации и выходите на новый уровень. С любовью, Ваша Настя. И, как говорит мой Георгий, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! До новых встреч! Только субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!